Ну, соответственно, логически, наверное, важный момент, это может ли собственник помещения вас из помещения попросить. Чем меньше помещение, чем оно проще, чем меньше бизнес, чем чаще можно как раз столкнуться с тем, что, особенно если договор еще 11-месячный заключается, часто можно столкнуться с тем, что арендатор за месяц может предупредить о том, что он собирается съезжать, и собственник помещения тоже за месяц может попросить арендатора съехать. В мелком, в маленьком бизнесе ничего страшного в этом нет, все осознанно понимают, что 11 месяцев достаточно большое, много времени для мелкого бизнеса еще может произойти, много что, может быть, мы еще не доживем. Но на самом деле, если вы берете помещение, вы в него вкладываетесь, у вас все более серьезно, вы даете рекламу, к вам едут люди, и, собственно говоря, вы не хотите в момент вдруг оказаться на улице, то лучше, конечно, подстраховаться, лучше, конечно, пободаться за этот путь и понять, что собственник имеет в виду, закладывая то, что он может за месяц вас известить о том, чтобы вы освободили помещение. А может быть, у него есть планы по продаже помещения, и будущее тогда вообще непонятно. Может быть, будущий собственник будет сдавать в аренду, и тогда вы пригодитесь, а может быть, он будет использовать под себя. Соответственно, этот пункт чаще всего фигурирует, ну, наверное, по двум причинам. На автомате он просто там, кто-то сделал этот договор, на него никто не обратил внимания, он просто там присутствует. И, скорее всего, второй момент у собственника есть планы на продажу. Соответственно, если вы не спросите, то вы не узнаете, и вас поставят перед фактом. Если вы спросите, то может оказаться, что собственнику это вообще не принципиально, его основной ведительностью это сдавать помещение в аренду, и чем дольше там будет сидеть арендатор, и надежнее будет этот арендатор, и будет хорошо платить, тем ему лучше. И тогда может этот пункт очень легко убрать, или заключить вообще долгосрочный договор, зарегистрировать его, и включить какой-нибудь пункт, что собственник как раз не имеет права в одностороннем порядке, расторонный договор, если арендатор выполняет все обязательства, платит вовремя, не портит помещение, ну и так далее. А если выяснится, что собственник хочет продать, ну, по крайней мере, вы узнаете свою будущую перспективу. Через сколько он хочет продать, по какой цене, насколько вероятно он будет продавать или не будет. И вы на берегу будете уже взвешенно понимать, вы идете в это помещение или не идете. Тогда и ищите другое помещение, или принимаете на себя риски, что, ну, может быть, через полгода вас могут попросить. А может быть, вы узнаете, что и вам эта информация пригодится, и вы захотите, вам понравится помещение настолько, что вы сами захотите его выкупить. Договориться об аренде ссылку, по-моему, или какую-то другую историю. Вот это такой достаточно важный момент. Интересный момент могут быть с точки зрения проведения ремонта в помещении и за счет компенсации, наверное, затрат на ремонт собственникам. Это всегда, нет никаких правил единых, это всегда договорный процесс. Причем, чем больше и, наверное, тщательнее вы будете это все отрабатывать, тем больше шансов, что вы получите более какие-то хорошие для себя условия. Потому что, ну, это же ваши деньги, это ваш бизнес, чтобы, почему бы, сэкономленные деньги, это тоже заработанные деньги. Потому что многие собственники, когда арендатор приходит и говорит, мне нужно сделать ремонт, например, помещение под самоделку, собственник говорит, хорошо делай, и вы начинаете платить аренду с первого дня. Но по факту это же можно оптимизировать. Вы же, когда делаете ремонт, вы же там деньги не зарабатываете, то есть не работаете. То есть это первый пункт, где можно оптимизировать, провести с собственниками переговоры о том, что на время ремонта вы вообще не платили никакой арендной платы. Вы начинаете платить с момента, когда у вас открыты двери и пошли клиенты. То есть это уже целая экономия. Да, вы можете, конечно, договориться о том, что вы платите все коммунальные эксплуатационные платежи, но аренду платы не платите. Это, по-моему, очень хорошо. С некоторыми собственниками не удается так договориться. Но, значит, договариваться нужно о том, что вы платите не все не платите, а 50% аренды платите, или 20%, или 30%. И, может быть, какая-то лестница существует, что у вас ремонт идет 3 месяца. В первом месяце вы не платите, в втором месяце вы платите 20%, в третьем – 50%, или в четвертом месяце вы начинаете платить полную аренду. То есть чем творческие вы будете предлагать какие-то условия, тем больше денег можно сэкономить. Это первая экономия на аренде. Вторая экономия может быть на тех глобальных каких-то затратах, которые вы производите, вкладываясь в ремонт. Потому что есть отделимые улучшения и неотделимые улучшения. И почему бы не попросить собственника учесть эти неотделимые улучшения, опять же, в счет аренды. Тем самым сэкономив-заработав себе на денег. Ну, например, вам не нравится входная группа в помещении, и вы хотите сделать ее хорошей, качественной. Если вы же не будете делать плохую группу, вы, естественно, делаете хорошую, качественную группу. Но если вы съедете из этого помещения, вы же ее с собой не заберете, она останется у текущего собственника. Значит, улучшит значительно привлекательность помещения, и он его сдаст в дороже. Или вы, например, меняете там окна. Или вы полностью заменили там всю систему коммуникаций. Все новое, все блестит, все работает, все вообще супер. Вы сделали систему вентиляции, там, для производства, для кухни, для чего-то. Вы же ее с собой не заберете, она потом останется. Кондиционирование. Ну, хотя вот и блоки кондиционеров часто там забирают, которые не договариваются. Вы положили хорошую плитку на пол. По большому счету, отклупывать ее, это признак дурного тона. Хотя бывает такое, отклупывается, все, что отклупывается. Помещение хорошее превращается. Ну, серьезно. Мы приехали как-то в, я не помню, в каком году, уже давно очень. Был автосалон на Красном проспекте, Боевое. И он съехал. Реально, это как будто на май прошелся. Вообще, сдернуто все, что можно. Розетки, какие-то провода, плитка была поднята. Все, что можно было, не знаю, там, может быть, продать на черном рынке или вывезти на дачу. Все было снято, все было отклуплено. И помещение, ну, просто было убито в усмерть. Такое бывает. Такое бывает чаще всего, если арендатор и собственник не договорились в конце о том, как они расстаются, на каких условиях. Видимо, был какой-то конфликт. И салон пошел в обалку, на принцип. Поэтому, конечно, если вы... Стандартная ситуация примерно выглядит так. Если вы собираетесь вкладываться в помещение, Вы, примерно, делаете там проект или какой-то эскизный проект, или какую-то смету, Вы прописываете, что вы будете делать, да, и встречаетесь с собственником и говорите, Вот тут будет вот это, тут будет вот это, тут вот это. Вот расценки, вот такие материалы, вот такие батареи, вот такая плитка, вот такие там стекла, вот такие. И он берет эту смету, вы говорите, я предлагаю вам, не знаю, поделить расходы 50 на 50. Или, допустим, вот я, вот есть отделимые улучшения, Я вас не прошу там ничего компенсировать, потому что, ну, там, покраска, побелка, Какие-то ламинаты, еще там что-то, он делается для себя, Потому что, ну, вы будете эксплуатировать, и логично, через год или через два Это все придет в такое упадническое состояние, и никто это не будет компенсировать. А вот глобальные какие-то вещи можно предложить собственнику компенсировать, Исходя там 50 на 50, или обнагреть, предложить компенсировать все. Ну, а почему бы нет? Нет же никаких правил, ну, не убьет их же за это. Но за то, что происходит, он сейчас не выдергивает из своего бюджета ничего. Вы выдергиваете из своего бюджета, вы делаете этот ремонт, И он вот эту сумму, ну, тут можно, он вам компенсирует. И вот эти схемы компенсации можно, на самом деле, их может быть несколько. Ну, например, самая хитрая для собственника схема, он может сказать, что, ну, вот, когда вы будете съезжать, Мы, там, в последний месяц, или, там, последние два месяца, с вас не возьмем аренду, например, в счет этого ремонта. И у вас есть вот такой вот, да, отложенный бонус. Соответственно, или берется вся эта сумма и расписывается на весь срок присутствия вас в этом помещении. Ну, например, вы подписали договор на 5 лет, Неотделимое улучшение потянули, там, на 5 миллионов. На 5 лет, 5, ну, 12, на 60 месяцев расписали эти 5 миллионов. И, соответственно, на каждый месяц получилась определенная сумма. И на эту сумму уменьшился ваш арендный платеж. И, в итоге, у вас есть стимул просидеть 5 лет. Собственник не дополучает аренду, но зато он получает на финише помещение улучшенное. А если вы съехали раньше, ну, собственно говоря, ему еще лучше. Он вам вообще ничего не вернул. А может быть, другая клиент-схема, более короткая, там, на год, там, или еще там что-то. Поэтому, вот, это очень хорошая история для оптимизации. Какие-то собственники не идут на это. Ну, совет простой. Разговаривать. Объяснять. Капать на мозг. Логически объяснять. Ему это выгодно. Мы часто, кстати говоря, когда собственника, мы приводим арендатора, и у арендатора какая-то такая сладенькая позиция. Может быть, у него только начальный бизнес. Первый бизнес, первый опыт. Может быть, мы уже понимаем, что с деньгами там не очень. Но все равно же нужно начинать с чего-то пробовать. И мы иногда собственнику говорим, ну, вы же ничего не деляете. Ну, возьмите его. Так-то вроде парень нормальный, вроде бы деньги есть, ну, вроде бы и денег. Ну, он сейчас делает ремонт. С вами согласует. Он там поработает. Если у него получится, супер. Не получится, но он съедет, очень страшно. Но у вас будет уже другого качества помещение. У вас уже будет помещение с ремонтом. Оно уже по умолчанию будет дороже. Мы уже быстрее его сдадим. Вы опять тут сэкономите. Плюс какое-то уже место уже раскрутится. Потому что сдавать помещение, в котором еще никто не работал, гораздо сложнее, чем то, где кто-то работал. Одни плюсы. И какие-то собственники, верно, встречу вдумчиво издают помещение малому бизнесу стартапом разными торговыми.